Итак, Филиппийцы, вторая глава. Я прочту практически всю главу. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. То есть, в принципе, единомысленны — это имейте одни мысли. 3 стих «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. И не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». И вот 5 стих, наш центральный стих «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Ибо в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Окей? Это наш центральный стих. Они должны быть. Вообще слово «должны» в Новом Завете не так часто встречается. Оно встречается не так часто. Я уже, по-моему, говорил. Потому что «должны» — это больше относится как бы к закону. You have to do it, иначе you're in trouble. Окей? Новый Завет доброохотно дающего, понимаете, охотения, желания, сердце, которое Бог. То есть слово «должны» оно не так. Здесь он говорит, смотрите, что он говорит. «Вас должны быть». Это ключевой стих и это ключевое слово для меня, по крайней мере. «Вас должны быть чувствования, те же чувства». По-английски тут написано «the mind of Christ». Не чувства по-английски, а «the mind of Christ». Ну, в принципе, и то, и то — это душа. Мысли, мысли, чувства. Что такое душа? Это три вещи. Эмоции, чувства, мысли, менталитет твой, окей? И воля. Вот это душа. Три вещи, запомните? Мы коснемся немножко. Итак, «Вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И вот он объясняет, двоеточие, вот он объясняет, какие у него были чувствования, как он двигался, как он поступал, что было, что мотивировало его сделать то, что он сделал. И вот он пишет с шестого стиха, потому что пятый стих заканчивается двоеточием, то есть он будет объяснять сейчас. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу». Понятно, то есть это, ну, в принципе, он, будучи Богом, но он уничижил себя самого. Обратите внимание, что это он сам собой сделал. Это не Бог его, это он сам себя уничижил, то есть, как бы, опустил. Приняв, в чем это заключается? В том, что он принял образ раба. А это, в свою очередь, выразилось в том, что он сделался подобным человеком и по виду стал как человек. То есть, Бог стал, другим словом, Бог стал человеком. Окей? Это, как вы думаете, это понишение, повышение на службе, по работе, повышение или понижение? О, бой, это понижение. Но он это сам сделал. Дальше сказано, что он смирил, восьмой стих, себя, опять-таки, не кто-то, а сам. И в чем это выразилось? В том, что он был послушан даже до смерти и смерти крестной. Это то, что он собой сделал. Он руководствовался чем? Он руководствовался какими-то своими мотивами, какими-то чувствами, хотениями. Он сделал то, что хотел. Почему? Откуда я это знаю? Потому что он сделал это сам собой. Он сам собой это сделал. Он сам себя уничижил, и он сам себя смирил. И не просто там чуть-чуть. Он смирил себя до смерти и до позорной смерти на кресте. Он это сделал. Значит, он руководствовался какими-то хотениями. До этого сказано, что и в вас должны быть чувствования Христовы, и стало быть, если в вас есть эти чувствования, а они должны быть, то Бог, в принципе, от нас ожидает, если надо, подобного понижения по статусу или по службе, с чем мы не согласны часто. Посему и Бог, а дальше уже Господь делал, так уже Бог делал, сейчас уже Отец. Посему и Бог превознес Его. Итак, почему Он Его превознес? Потому что Он сам себя, окей, кто унижающий себя, Он будет... Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. И вот сейчас, итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Это тоже один, это тоже наш центральный стих. У нас парочку центральных стихов сегодня. И вот продолжается мысль, потому что Бог производит в вас и хотение. Хотение это что такое? Это желание и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения. Почему нужно делать без ропота и сомнения все? Не что-то, а все. Почему? Потому что Бог в вас это производит правильно. Бог в вас это производит, эти хотения. А раз Бог это производит тебе, значит, just do it. Потому что это Божье. Вот почему. Для чего? Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими и непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни, похвали Моей в день Христов, что я нещетно подвязался и нещетно трудился. Дальше. Теперь он на себе пишет. Но если я, Павел на себе пишет, но если я и соделываюсь жертвой за жертву, и в служение веры вашей, то есть он соделывается жертвой за жертву, то есть за Божью жертву, и еще он соделывается жертвой за служение, то есть он кладет себя в жертву, чтобы в них вера была. Видите, служение веры. Для них он кладет себя, для жизни свою. То радуюсь и сорадуюсь всем вам. А с чем вы радуетесь? И сорадуйтесь мне. Так. Надеюсь же в Господе Иисусе скоро послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. И смотрите, что дальше пишут. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Окей? Почему? Потому что, 21 стих, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Все ищут своего, а не того, что угодно Богу. Значит, у этих людей, которые ищут своего, это то, что он сказал, у них чувствования были какие? Христовые? Ну, конечно нет. Христос же не искал своего. Мы же видим, какие у него были чувствования. Его чувствования мы видим в чем? В его поступках, которые он оставил там, где он был, и он стал, как ты и я. Это уничижение, и это смирение. Причем смирение не чуть-чуть, а all the way down, как говорится, до смерти крестной. Эти же люди ищут своего. Окей? То есть, это вокруг них. Тут нет уничижения, тут нет смирения, тут нет этого. Они себя, это служители, это те люди, которые сотрудничали с апостолом. Он говорит, я не могу на них рассчитывать, я не могу их послать. У меня нет никого, кроме Тимофея. Он о вас думает, он о вас заботится. Он печется. He care is for you. Эти нет. Почему? Потому что они ищут своего. Да, но должно же быть чувствование Христово. Где они? Это же уверовавшие, это же служители. Должны же быть чувствования. Вас должны быть. Вместо этого я вижу другие чувствования. А его верность вам известна, потому что он, как сын, отцу служил мне благовествование. И так я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почем нужным послать вам Епафродита. Окей? Брата и сотрудника из подвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. То есть, новое появляется лицо. Он верующий, он брат и сотрудник, сподвижник мой, потому что он сильно желал видеть вас всех и тяжко скорбил о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не привалить мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевшие его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же вы в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Смотрите, 30 стих. Ибо он за дело Христова, что? «Был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». У этого человека какие были чувствования? Откуда я знаю? Я вижу это, от чувствования видны где? Потому что я говорю, «О, я чувствую, ну, а Ромки, я что-то чувствуешь». Твои чувствования должны быть видны в чем? В делах, в поступках. Мы все говорим, что я что-то чувствую. Кого это не интересует? Чувства являются, чувства выражаются в поступках, они должны быть видны. Ипофрадит, сотрудник, брат, сподвижник, он не говорил о своих чувствах. Они были видны в его действиях. И он, что он сделал? Он был близок к смерти, подвергая опасности свою жизнь. Его кто-то заставлял? Нет. Он сам подвергал свою жизнь опасности, потому что он таким образом восполнял, как тут сказано, он восполнял услуги, да, недостаток, то есть филиппийцы, видимо, недостаточно что-то делали для Павла, я не знаю, о чем речь идет, и он, восполняя недостаток их, их какого-то внимания к апостолу, он подвергал свою жизнь опасности. И был в опасности, и Бог его, он был болен при смерти, сказано на 27 стих, и Бог его восстановил. То есть тоже пример человека, который руководствовался чувствованиями, которые были христовые чувствования. Окей. Итак, вернемся к нашему пятому стиху. И вы его хорошенько себе запомните, возьмите его себе, и пусть он вас судит, и меня тоже. А он говорит следующее, что в вас должны быть чувствования Христова. Окей. А вот ты теперь занимайся собой, и ищи их себе, потому что Библия говорит, что в тебе они должны быть. Period. Есть они или нет? Он говорит о единомыслии. Ну, мало ли, что единомыслии. Когда я все время, мне этот пример приводит, когда футбольный матч идет, и тут полз, играет там, что там играет, не знаю, Сеатл, Лос-Анджелес, там не так много разногласий, там всего лишь два мнения. Одни болеют за Лос-Анджелес, другие, а пол стадиона там полное единомыслие. Они, мол, давай, давай, и все. А эти, там, в принципе, нет разногласий, там только одно большое разногласие, Лос-Анджелес и Сеатл. А так, в принципе, там на этой половине стадиона полное единомыслие. То есть единомыслие, в принципе, не так трудно добиться. Если есть в стране диктатор, то в этой стране все думают одинаково. Иначе другого мнения быть не может. И нам это знакомо. То есть единомыслие, это, it's not the point. Должно быть единомыслие, должно быть мышление, the mind of Christ должен быть. Вот в чем смысл. У нас должны, мы должны быть мыслить, как он мыслил. И мы должны, единодушие, что такое единодушие? Это чувствование, это мышление, это душа. У нас должна быть одна душа. Как этого достичь? Как достичь единомыслия, причем не просто, христовая душа должна быть. Его, the mind of Christ, чувствование христовое, ум Христов у нас есть, понимаете? То есть вот такие, мы должны, в принципе, мыслить, как он мыслил. Ну, на своем уровне. У каждого на своем уровне. Как ты чего достиг, так и мысли. То есть единство должно быть. В послании, по-моему, кремлянам, в 15 главе сказано, что у нас должно быть единомыслие по учению Иисуса Христа. Он нам дал учение. И так мы должны мыслить по учению. Как прийти к этому единомыслию? Вопрос несложный. Мы уже должны знать этот вопрос, потому что здесь сказано, что, здесь сказано, что, смотрите, если есть какое общение духа, первый стих, откуда, откуда начинается мышление? Что первичное? Мышление первичное? Нет. Первичен, запомните, первичен всегда, что? Дух, только Дух. Все начинается от Духа. Все начинается во Святой Святых, там, где есть присутствие. Помните строение храма? Святой Святых, Святое и внешний двор. Окей? Что влияет? На что? Внешний двор влияет на Святой Святых или Святой Святых? Конечно, в Святой Святых, где Бог и оттуда распространяется Его благоухание, оттуда распространяется Его присутствие. Все на то же самое и человек. Твое сердце, то есть Дух, оно обновится Духом ума вашего, то есть Дух обновляет твое мышление. Поэтому принявший Иисуса Христа человек, что происходит в этом человеке? Он озарил наши, что? Сердца по знаниям Коринфянам 4 глава 2 Коринфянам. Он озарил не умы, Он озарил наши сердца и таким образом просветились умы. То есть ты рожденный свыше человека, он рождается от Духа. От Дух. Дух Святой рождает новую ум или рождает новый Дух? Только Дух. Дух не общается с умом. Дух не общается с Душой. Запомните это. Дух говорит только твоему Духу. Только. Это одна волна. Окей? Человек был мертв, а потом, когда во грехах, потом, когда он переживает рождение свыше, то возрождается его Дух из мертвых. И потом твоя задача обновить свое мышление. Что это значит? Это мыслить по-новому. Ты начинаешь мыслить по-новому согласно учению, ты начинаешь мыслить по-новому согласно учению, я начинаю мыслить по-новому согласно учению, и у нас появляется что? Единомыслие, единодушие. Как к этому пришли? Потому что это берет начало в Духе. Потому что Дух каждого человека родился от Святого Духа. Окей? и мы поверили в Сына Божьего. И мы поверили, поверить в Сына Божьего, это значит поверить в Его учение, которое говорит о жизни вечной, которое говорит о прощении грехов. Помните там, Евреи, 6 глава, вот эти вот основы о суде. То есть у нас вот на эти вещи одинаковое понимание, одинаковое учение, тоже учение. Одна вера, одно крещение, один Господь, единство. И так мы мыслим теперь. И когда мы так мыслим, у нас появляется единомыслие, единодушие. И это Богу нужно. Почему? Потому что, потому что ему, он тогда, это его условие. Это Божье условие, чтобы прийти в эту комьюнити и там начать действовать. Помните, что было на День Пятидесятницы? Они были единодушны вместе. Единодушны вместе. Они не просто были вместе, они были едины в одной душе. Душа – это чувствование, хотение. Они были едины в хотении. Они хотели одного. Они хотели одного. Они мыслили о Боге одинаково. И это Божье условие, чтобы прийти в эту комьюнити и сделать то, что он хочет сделать. Поэтому Писание предупреждает, чтобы мы остерегались кого? Производящих. Понимаете, почему разделение плохо? Потому что разделение создает такие условия, в которые Господь не может войти. Истина, говорит, пришла на площадь, там, помните, там, и говорит, я не могу войти. Праведность не может зайти. Бог не может войти. И враг посылает всяких деятелей, которые производят, сеют разделение. Что он должен делать? Он говорит, правда ли, что вот если Господь сказал, что ты вкусишь этот плод, то ты умрешь. Он говорит, ну, а молчуешь, и ты умрешь. Достаточно. Достаточно. Ты начинаешь мыслить по-другому. И уже нету единомыслия. Дух это фиксирует, Бог это фиксирует. Причем это фиксирует настолько, что уже не та обстановка, которая ему нужна, чтобы делать то, что он хочет делать. Так и здесь. Так и здесь. Поэтому Писание говорит, что одна вера, один Господь, одно крещение и так далее, и так далее. Одно, одно, одно. Едины мы едины. Я хочу, чтобы они были едины. Нету единства. Это работа Божья. Нет, это не Божья работа. Потому что это работа кого-то другого. Он посеял разделение и... А Богу... А это Божьи условия. Это Божьи условия. То же самое, что в семье. Там маленькая церковь, всего два человека, муж и жена. Кажется, так легко прийти к единству два человека. Можно уже прийти к единству? Тоже нет. Тоже нет. Ну, что же вы хотите, когда сидит 10 человек, когда 20 человек сидит? И большая часть евреев, что вы хотите? Не, ну, понимаете? Поэтому... Поэтому... Это серьезно. Значит, мысли приходят от Духа. Рожденный Дух свыше, он начинает мыслить по-новому. А это для чего? Вспоминайте строение храма. Святой и святых. Потом святилище. Окей. И потом внешний двор. Внешний двор – это как тело. Тело для чего нужно? Чтобы чувствовать? Нет, тело не для того, чтобы чувствовать. Тело для того, чтобы делать, в принципе, поступать, делать, ходить, давать, забирать, резать, склеивать. Do something. А делаю я откуда? А делаю я то, что я хочу. Я всегда делаю то, что я хочу. Поэтому очень важно хотеть правильно. Поэтому, говорит, у вас должны быть чувствования и желания Христова. У вас должна быть душа Христова. Я всегда делаю то, что я хочу. И ты делаешь то, что ты хочешь. Эти люди хотели своего. И Павел говорит, я не могу поручить им то, что мне надо, потому что они это сделают. Ничего, говорит, не делайте что? По тщеславию. Что такое полюбопрельничество? Что такое тщеславие? Классики, классики литературы, они говорили, что, мол, это такой герой, он приехал покорять Париж, и он был чистолюбивый, тщеславный. Which is good. Почему? Потому что он хочет быть знаменитым, и он будет стремиться к этому, и он придет к кому-то. И это хорошо. Это абсолютно unbiblical. Ничего не делайте по тщеславию. Ничего не делайте по тщеславию. Что такое тщеславие? Это мотив. Мотив – это уже духовная вещь. Если я хочу быть в центре, а мой мотив такой, то я буду… Ну что, ну, у меня есть несколько путей прийти, быть знаменитым. Я могу быть великим инженером, я могу быть великим конструктором, великим ученым, великим спортсменом, великим артистом, великим проповедником, великим пророком. Who cares? Что я делаю? Важно, задача какая? Быть великим. Не важно, что… Я хочу быть на первой странице газеты. В качестве кого – это второй вопрос. Я хочу быть там. Ну, важно. Он великий человек, а что он – это уже второй вопрос. И в мире это нормально. В мире это, наоборот, успех считается. Библия запрещает это вот величие. Ничего. Если ты замечаешь в себе, что ты хочешь что-то сделать, чтобы… Если ты видишь в себе мотив, что ты хочешь что-то сделать, чтобы тебя заметили, не делай. Потому что человек иногда делает добро, чтобы о нем говорили. Окей? И он сделает, он тебе порвет с тобой экстра милю, экстра тен майл, чтобы только о нем говорили. И ты будешь о нем говорить, а Бог не будет о нем говорить. Потому что в глазах Бога это не есть добро. И к Богу это не имеет никакого отношения. Ты не увидишь это. Ты скажешь, вот какая у него Божья любовь. Ко мне нету там Божьей любви. Там сплошное тщеславие. Желание быть в центре, желание, чтобы тебе говорили. Это не чувствование Христовое. И он говорит, если вы замечаете в себе это, а мы да, замечаем это в себе, потому что это в нас есть, то мы не должны двигаться этим, мы не должны руководствоваться этим. Почему? Потому что мы просто обманываем себя. И перед Богом это не просто ничего не дает, это, кстати, наносит ущерб моим отношениям с Богом и мы плохо это. Это плохо может кончиться. Поэтому, чтобы были правильные поступки, запомните, правильные поступки всегда выходят из правильных желаний, из правильных чувствований. Правильные чувствования выходят из Духа Божьего. Потому что в нас нет этого. Окей, Джесс, пожалуйста, запомните это, что нет в тебе. Павел говорит, нет во мне ничего доброго. Если ты хочешь что-то доброе, чтобы было у тебя, значит, прими добрую природу от Бога. И пусть она в тебе развивается. Пусть этот Дух начинает выражаться в Душе. Что такое Душа? Дух это как бы одно и то же у нас, у всех. Но Душа, она дает тебе индивидуальность. Ты, вот ты, вот Душа, и человек стал Душой живой. То есть мы все разные. Характер разные, эмоции, привычки и так далее. Это Душа. Душа – это индивидуальность Духа, если хотите. Но она сама по себе ничего не стоит, если нет правильной духовной базы. А правильная духовная база – это возрожденный Дух человека от Духа Божьего. Только. А это происходит только в одном условии, когда человек принимает Иисуса Христа своим личным спасителем. Потом, когда это во мне развивается, как по притче, Царство Небесное во мне растет по притче «Три меры муки», помните закваска? Заквашивается моя Душа Божьим, потом уже заквашивается мое тело, внешний двор. Я уже начинаю поступать, делать доброе. Как этот Епофродит или как. Он пошел и сделал доброе. Это откуда вышло? Из его души, потому что он хотел доброго, он желал доброго. Он не хотел быть... Это не было тщеславие. Почему? Потому что он, в принципе, свою жизнь подвергал опасности. Иисус Христос боялся славы человеческой. И всячески охранял своих студентов, своих дисциплин от славы человеческой. И когда он совершил чудо, помните, то, ну, можете, когда они раздавали этот хлеб, то он тут же сказал, идите-ка в пустынное место, быстро их в лодку и туда. Потому что, ну, люди, они же, они же разносят этот хлеб, то люди там уже начинают вокруг уже у них, а вокруг их ходить. И чтобы уберечь их от славы, от этой, потому что они не устоят. Они не устоят. Это страшное дело. Чтобы он говорит, я не возгордился чрезвычайностью откровений, чтобы я не возгордился, то мне дано жало вплоть. То есть какие-то бог допускает страдания. Это тщеславие, это страшное дело. Перед, как там, pride goes before destruction. То есть гордость идет перед падением. Поэтому ничего не делайте по любопрению. Что такое любопрение? Ну, спорить, доказать, доказать свое. Он говорит, избегайте, заклинаю тебя избегать всяких споров. Заклинаю, он говорит. По-моему, так, Тимофей. То есть, потому что споры – это всего лишь желание проявить себя и доказать свою точку зрения. К истине это не имеет никакого отношения. Поэтому, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что хорошие поступки выходят из правильных желаний. Запомните это. А желаний в тебе правильных нет. И быть не может, потому что суть испорчена. Corrupted. Правильные желания выходят из правильного духа. А он у тебя появляется только, когда ты рождаешься свыше. Поэтому о неверующем человеке здесь вообще говорить не приходится. Говорят, что он такой, он такой хороший. Это не имеет никакого значения. Его хорошесть Бога не интересует. Там суть испорчена. Окей? Если корень плохой в дереве, и вообще так, что там плоды? Откуда там будут хорошие плоды? Здесь чудес не бывает. Вместо этого, он говорит, что у вас должны быть чувствования. Какое чувствование? Должно быть чувствование, такое чувство, как смиренно-мудрее. В чем оно заключается? В том, что мы должны почитать другого выше, чем сами. Это не важно, что ты там высокий, знаменитый, сильный, там мудрый. Все равно это же, что ты имеешь, что ты не получил. Это все не твое. Но твоя задача почитать другого, ну, по крайней мере, не ниже, чем ты. Потому что он таки, да, и не ниже. А если в тебе есть что-то такое, уже такое, так это же тоже не твое. Что ты хвалишься чужим? У вас должны быть чувствования, какие были и во Христе Иисусе. Мы должны разобраться в этом, мы должны знать, что у нас стоит чувствование. Ну, а какие в нем были чувствования? Мы уже, тут, в принципе, говорится только о двух. Что он, будучи Богом, помните, Тимофей, по-моему, 3 глава, Бог явился во плоти, там, показал себя ангелом, оправдан народом, по-моему, так, в конце главы. Он, будучи Богом, не почитал хищение быть равным Богу, 6 стих, он уничижил себя самого. И он смирил сам себя. В отношении смирения или уничижения, вы запомните, пожалуйста, что если ты сам себя не смиришь, тебя никто не смирит. Бог меня, Бог его смирил, но... Бог смирял, но смирить тебя Бог не может. Бог тебя может смирять, Бог может вести тебя тесным путем, чтобы ты смирился, но последнее слово непременно за тобой. Если ты не захочешь смириться, тебя никто не смирит. И в откровении там сказано, что там Господь его уже посылал на них суды, но они ожесточились, они кусали себе языки. Помните, язвы там у них были, но они не воздали славу. Они... Бог их смирял уже так, что уже, как говорится, будь здоров, не смирились. Если ты сам себя не смиришь, тебя никто не смирит. Твое последнее слово. Бог может тебя поставить в тесные обстоятельства, чтобы ты смирился и, как говорится... Окей? Но есть люди, которые настолько ожесточаются, что они не смиряются. И в ожесточении своем погибают. Поэтому... И в вас должно быть это состояние, в нас должно быть эти вот чувствования. Смирить себя. Уничижить себя. Уничижить себя. И опять-таки ключевое слово здесь – это должно быть верующим человеком. И вот самое интересное, самое интересное, что это в верующем человеке есть. Ничего не надо делать, чтобы это в тебе было. Оно в тебе есть. Веришь ты в это или ты не веришь, оно в тебе есть. Если ты получил Дух Божий, то это непременно в тебе есть. Потому что Бог, в смысле Дух Святой, кто есть Бог, Дух Святой – это личность, правда? Дух Святой, Он чувствует и Он хочет. И потому что Дух Святой живет в тебе, то Он хочет в тебе, и Он чувствует в тебе, и Он желает в тебе. И в тебе есть чувствование Божие и хотение Божие. Они должны быть, и они есть. Но интересно, что они есть, и при всем том, и при всем том, их почему-то не видно. У нас есть чувствование Божье, у нас есть Дух Божий, и при этом у нас нет согласия, обратите внимание. Мало того, что между деноминацией, между церквями нет согласия, в маленькой церкви есть разногласие и нет согласия. Если там нет согласия о том, какую пищу мне кушать, кошерную и некошерную, и в какой день мне мыть машину или не мыть машину – это не принципиальный вопрос. Это не принципиальный вопрос. В принципе, никого не интересует, когда ты моешь свою машину или что-то там кушаешь там у себя дома. Меня это не интересует. Но есть и есть вопросы к спасению, прощению грехов, вопросы жизни вечной. Вот это принципиальное. И здесь не должно быть разногласий. Помните, в другом месте он сказал, что они пришли посмотреть за нашей свободой. И мы им ничем не уступили. Почему, Галаты? Чтобы истина не была в поругании. Что касается вопросов спасения, прощения грехов, спасенной по благодати, без независимого отдела закона. Здесь я тебе, брат, не уступлю ни миллиметра. Но если ты смущаешься, что я ем мясо в твоем присутствии, то я тебе уступлю. Я могу не есть мясо, но по крайней мере в твоем присутствии. That's okay. Или там, если ты не хочешь, чтобы я что-то делал, или что-то говорил, или что-то там. Вот такие вещи, то если тебя что-то смущает, я не буду это делать. Или тебя что-то смущает, или меня смущает. Вот такие вещи. Но есть вещи, где речь идет об истине, речь идет о фундаментальном вещах, на которых стоит наша вера, христианство. Здесь уступать нельзя. Ни в коем случае. И это не есть проявление любви. Но уступать не просто можно, а нужно в вопросах, которые касаются какой-то твоего образа жизни. Что ты ешь, что ты, куда ты ходишь, что ты делаешь. Вот эти вот, образ жизни. Твой образ жизни, это твой образ жизни. Меня это не касается. И мой образ жизни, это мой образ жизни. Но в этих вопросах не должно быть разногласия. А тем не менее, они есть. Ведь у нас же один дух. Смотрите, есть Отец, Сын и Дух Святой. У них есть разногласия или нет? Ну, конечно нет. Потому что Отец, Бог, это Дух. Потому что основа у всех одинаковая у них. Это Дух Божий. Бог это Дух. У нас основа, одна вера, общение Духа, тот же Дух. Почему у нас разногласия? У нас же тоже Дух Святой. Почему у нас разногласия? Писание говорит одно, истолковываешь Писание, а человек говорит, а я не согласен. Итак, разногласия – это результат, знаете, чего? Разногласия – это результат непослушания. Я сейчас вам объясню, почему. Посмотрите, что написано в 12 стихе. Двенадцатый стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, ключевое слово здесь послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. То есть, когда апостол там Павел был, то они его, видимо, побаивались, и они слушались при нем. Ну, такие были хорошие. Говорит, ну, боялись. Это не через год. Говорит, ну, вы были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне. То есть, вот сейчас, когда меня тут нет ныне, вот сейчас я хочу видеть ваше послушание. То гораздо более ныне во время отсутствия моего. И смотрите, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Послушание. Смотрите, тринадцатый стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Это то, о чем говорил, что, он говорит, «вас должны быть чувствования, желания, хотения Христовы». «Вас должно быть это». И они есть. Почему? Потому что Бог в вас это производит. Бог производит. Это даже не твоя работа. Это Бог производит. Послушайте, ты не должен потеть. производя в себе желания и чувствования Христовы. Это не твоя функция, и это не твоя работа. Это делает Бог. Он это тебе производит. А у меня что-то нету этого. «Ой, а вот я в себе не нахожу хотений Христовых». И как бы ты делаешь, что Бог что-то не производит во мне, раз в себе этого не нахожу. Ну, а кому ты думаешь, я буду верить тебе или тому, что здесь написано? Если Писание говорит, что Бог тебе производит, а ты говоришь, что у меня этого нет, так я хочу сказать, поищи получше. Потому что если написано, что Бог тебе производит, значит, я верю, что тут написано. Он таки, да, производит. Да, но их нету их. То, что их нету, это не значит, что их нету. Это значит, что ты не послушен им и не даешь им проявиться и выйти. Вот почему их якобы нету. Они есть в человеке. Запомните человека. Иисус Христос сказал, что, говорит, почему твои ученики едят немытыми руками? Он говорит, но ты не имеешь значения. Это их не оскверняет. Потому что то, что входит в человека, это не оскверняет человека. Оно не в сердце входит. А то, что выходит из человека, помыслы, желания, вот хотения, желания, чувствования, вот эти вот всякие, они выходят не из желудка, они выходят не из желудочной железы, поджелудочной железы или откуда-то, они выходят из сердца, из сердца, то есть из духа твоего. Если хотение, если мотив, тщеславие, вот эти вещи, вот эти вещи, которые Бог фиксирует, Они, да, оскверняют человека. Кто ответственен за то, что из человека выходит? Бог или я? Кто ответственен за то, что в меня входит? Бог. Бог написано, производит. По-английски написано «he works in», по-английски. А по-английски написано «наша участие», «we supposed to work it out». То есть, «whatever he works in, we need to work it out». Если оно не выходит out, то почему оно не выходит? Потому что нету послушания. Нету послушания. Этим желанием, этим хотением. И я ответственен за то, что, запомните, я ответственен, и ты ответственен за то, что из тебя выходит, а не входит. Входит в тебя доброе, и оно уже таки вошло. В тебя это должно быть, Христово, и оно есть в тебе. Почему? Потому что Бог это в тебе производит. И оно в тебе есть. Ключевая наша мысль сегодня. Я не нахожу в себе этого, вот мне надо это самое стараться. Но это есть в тебе. Неправильно. Мы неправильно думаем. Этого есть во мне. Я хочу, чтобы это как бы stuck in your mind. Это есть в тебе. Христовое чувствование. Христовое... The mind of Christ. Это есть в тебе. Это не значит, что все, что ты будешь решать, это будет Божье. Потому что многие наши решения, это мои решения. Я руководствуюсь тщеславием, я руководствуюсь... Если эти люди, которые думают, как тут сказано, что они ищут своего, это не значит, что эти решения... Почему ты ищешь своего? В тебе же хотение Христово, который что сделал? Руководствуюсь своим хотением. Он себя уничижил, он себя унич... Он себя унизил, опустил. И он себя распил, в принципе, отдал себе. Видите, какое? И самое интересное, что это в тебе есть. И это в этих людях есть. Но что они выбрали? Они выбрали быть непослушными этим вещам. И таким образом они не просто непослушные, они не совершают что? Своё спасение. И именно таким образом ты совершаешь своё спасение. Человек говорит, я поверил, я спасён. Да, ты поверил, ты спасён. Но тебе же ещё 40 лет надо идти по пустыне. У тебя жизнь впереди. Как ты собираешься жить? Ты всю жизнь собираешься ходить вокруг себя. Ты всю жизнь собираешься искать своего. И твердить, что ты спасён только потому, что ты поверил в Него? Так вера ж без дел. Она же не живая. Может ли такая вера спасти? Ты совершаешь своё спасение. Бог тебе даёт спасение? Но ты его совершаешь. Каким образом? Будучи послушным тому, что Бог тебе производит. И это послушание, оно видно во внешнем дворе. Оно видно в чём? Потому что ты руководств твоей поступки. Ты почитаешь кого-то выше себя. Ты твои заботы, твои молитвы. Ты, you serving him. You serving each other. Ты, в принципе, какая-то кипофардит. Ты кладёшь свою жизнь. Ты подвергаешь свою жизнь опасности, если нужно. А как ты так этим руководствуешься? Да потому что это чувствование, которое есть во мне. Которое пришло. Это не моё чувствование. Поэтому, понимаете, молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих, любите врагов. Это же сверхъестественно всё. Это же сверхъестественно. А откуда это во мне? А это есть в тебе. Самое главное, что это в тебе есть. Но не выходит. А вот тут, вот это вот и твоё. Вот тут-то и твоя. Не твоя ответственность, чтобы тебе это появилось. Не надо там, Господь, дай мне это. Да есть это уже в тебе. Релакс. Есть это уже. Нету. А не выходит. Вот тут, вот тут надо проявлять. Для чего это вообще Богу нужно? Какова цель Божия? И вообще, что нужно Богу? Бог хочет, смотрите. Бог хочет, чтобы в тебе выразился кто? Иисус Христос. Твои качества человеческие его не интересуют. Апостол Павел говорит, смотрите. Послание к Галатам. Он говорит следующее. В четвертой главе, по-моему. Сейчас. Он говорит следующее. Дети мои. Смотрите. Девятнадцатый стих. Для которых я снова в муках рождения, запятая, доколе не изобразится в вас Христос. Еще раз. Он говорит, я в муках рождения. То есть он, это роды. Это духовные роды. Он мука. Он мучается. Какая у него цель? Когда женщина освобождается от мучений? Ну, когда дитё родится, да? Так? Ты правильно говорю, Анжела? То есть, когда изобразится, когда станет видимым. Окей, окей. Когда станет, когда дитё станет видимым, тогда кончаются муки. Ну, по крайней мере, фунал. Потом начинаются другие, но другая тема. Павел говорит, что в вас не изобразился Христос. Вы начали духом, заканчиваете плоть. Вас это есть, но он говорит, Господь, доведу ли я до родов и не дам родить. И вот глупая галата, вы, говорит, если, он говорит, Ефрем, если бы ты был, я не помню, разумным, то бы ты долго не стоял в положении рождающей. Помните, как там? Я не помню дословно. Есть такое. Ефрем, если бы ты был мудрый или разумный, он стоит в положении рождающей, стоит, я не знаю сколько. Уже должен изобразиться уже в тебе младенец, уже должен изобразиться в тебе Христос, потому что он вложен в тебя, туда вложено его чувствование. Речь не идёт о внешних каких-то атрибутах, речь идёт о его характере, о его чувствованиях, о его мыслях, о его целях, о его приоритетах, о его мотивах. А эти люди ищут своего. Значит, опять нужно апостолу, нужно опять с ними, опять он должен мучиться, чтобы учить их, чтобы пока там он не, как тут, не изобразится. Для этого человеку и дан Дух Христов. Смотрите, Дух Святой как ещё назван? Дух Христов. Помните, первое Петра сказано, что указывал как-то сущий в них Дух какой? Правильно, Дух Христов. Пророки до Нового Завета. Тот Дух, который был в них, он назван Дух Христов. Для чего тебе дан Дух Христов? Чтобы производить в тебе Душу Христа, которая в свою очередь должна изобразиться. А как она изображается? Как изображается хотение? Как оно становится видимым хотение? Через поступки, через действия. Потому что чувствование, ты о них говоришь, ну мало ли, что ты говоришь, я вот чувствую то, вот я хочу, ну хорошо. Они тоже что-то говорили. Но поступки говорят, что они всё это делают для себя. Поэтому тебе дан Дух Христов, и у вас есть чувствование Христовое. А теперь он ожидает смиренно-мудрия, смирения, уничижения. С самоотдачей для кого? Для ближнего своего и так далее, и так далее. Это есть в нас. В нас есть потенциал. Он Богом заложен. Что мы начинаем говорить? Господь, дай мне вот больше любви, или дай мне больше к Нему, что-то такого. Дай, дай. Не волнуйся за вход. Не волнуйся за вход. Потому что не меру и Бог даёт Духа Святого. Он не даёт тебе кусочек Духа. Нельзя иметь кусочек Духа. Или ты имеешь Духа, или ты не имеешь Духа. Так ты и так его дай имеешь. А любовь Божия излилась в твоё сердце посредством кого? Посредством Духа. Ты имеешь это. Господь, дай мне, потому что я в себе вот что-то вот не могу вот её подлюбить. Вот её или его. Вот не знаю. Вот дай. То есть ты виноват, что ты мне не додал. Но это детский лепет. А вот почему нету во мне этого? Потому что ты не послушен тому, что в тебе есть. Бог производит тебе эти хотения по своему действию и благоволению. Он то есть в тебе. Поэтому что ты должен делать? Поэтому ты должен work it out. Ты должен совершать спасение, будучи послушен тому, что Бог тебе говорит. И делать это без робота и сомнения. Почему? Потому что это Божье. Как отличить Божье от небожье? Очень просто. Если человек в центре, и если это всё вокруг меня, значит тут Богом не пахнет. Красивые слова, красивая, мощная проповедь, там, я воскрешаю мёртвых. И это всё вокруг меня. Не клюйте на эти вещи, пожалуйста. Это ничего общего не имеет к Божьему. Даже если я тут сейчас не знаю, что сделаю. Раздвину море. Это не Божье. Не клюйте на это. У нас тенденция обращать внимание на эти, как-то, на дары. Но дары – это не признак отношений с Богом. Сколько раз уже мы это сами. Дары – это не признак, что ты знаешь Бога. И это не признак, что Бог знает тебя. Окей? Он говорит, я вас никогда не знал. Кому он это сказал? Людям, которые делали чудеса. Которые пророчествовали. Помните? Нагорная проповедь. Которые бесов изгоняли. Бесов изгоняли. По-моему, я не помню, там есть воскресенье или нет. То есть, да, не твоим ли именем мы? Я никогда не знал вас. Это что значит? Это значит, что я никогда не знал тебя. У нас никогда… Не то, что нет, у нас никогда и не было отношений. Отойдите от меня. Делаю ещё что? Ааа. Как? Такие дела? Это не признак отношений. Это не признак спасения. Люди постоянно клюют на это. Хотя Писание это не скрывает. Никогда Бог не скажет, что я не знал тебя, человеку, у которого есть вот столько сострадания и столько любви. Такому человеку Бог никогда не скажет, что я тебя не знаю. Почему? Потому что вот это сострадание и любовь – это есть результат отношений. Потому что это уже не дар, а плод. А плод он выращивается. Плод – это всегда результат, когда вот… Как, чтобы у тебя появился плод, вот, ребёнок, как? Это нужно… Это результат какого-то сотрудничества между мужчиной и женщиной. They do something. И потом рождается плод. То же самое и здесь. Бог не может сделать плод. Бог не может проявить свою любовь. Он не через ангелов показывает свою любовь. Через тебя. А я сам не могу, потому что вы без меня можете сделать ничего. Потому что во мне нет ничего. Поэтому плод – это всегда… Плод – это дар результат отношений. Больше всего нужно хранить отношения. А отношения хранятся… Отношения… Что такое отношения? Отношения – это диалог. Это диалог. Мы умеем хранить отношения. Отношения нужно поддерживать. И мы прекрасно умеем это делать. Помните эти девы, у которых огонёк что? Он был огонёк там или нет? Он погас. Что им Господь сказал? Я вас что? Не знаю. Он им сказал, не знал? Нет, он сказал, не знаю. Это что значит? Он их знал. Почему я так думаю, что он их знал? Потому что там горел огонёк. Почему вы не поддерживаете этот огонёк? Почему вы не поддерживаете это отношение? Там вообще не было ничего. Там вообще труба. А здесь был огонёк. Огонёк же нужно поддерживать. Как ты поддерживаешь отношения? Жертва. Жертва нужна. Огонёк нужно что-то положить туда. Положить туда что-то. Если у тебя отношения с кем-то, вот у вас отношения. Окей? Если ты эгоист, и ты думаешь только о себе, и ты using other people, то такие отношения между людьми не продержатся долго. Почему? Потому что это должно быть обоюдное. Обоюдное. Отношения – это обоюдная работа. Это mutual efforts. И мы прекрасно это умеем делать. Те отношения, которые для нас ценные, мы умеем их поддерживать. Не правда ли? Или нет? А те, которые отношения, о которых о рунке, я пускаю на самотёк, они мне не интересны, эти отношения, я их не ценю, мне это не надо, мне это вообще лишняя обуза. И они угасают, which is fine. Я умею это делать, и ты умеешь это делать. Проблематичные отношения. Мы умеем. Мы умеем регулировать своими отношениями. И те, которые нужны, мы поддерживаем. Те, которые не нужны, мы гасим. Искусно причём. Умеем. Умеем. Отношения с Богом мы не поддерживаем. Или плохо поддерживаем. По крайней мере, эти пять девок не поддерживали. И они угасли. И он им сказал, я не знаю. Он не сказал, я не знал. Я вас знал, а теперь я вас не знаю. Потому что у нас прекратились отношения. Когда нет отношений, не будет плодов. Да, вы там исцеляете, вы там пророчествуете, вы там все эти чудеса. Это не признак отношений. Когда есть отношения, есть послушание. Есть какая-то отдача. И даже есть два друга. Даже на человеческом уровне, если ты хочешь, если там, как там притчах, если ты хочешь, чтобы к тебе хорошо относились, то и ты, в общем, помните, там, друзья. Если ты хочешь иметь друга, если ты ценишь друга, значит, ты должен что-то для него сделать. Ты должен не для себя что-то делать иногда. А если ты видишь, что он тебе постоянно все вокруг себя, что у тебя он поддерживает эти отношения, потому что ему это надо, ему это надо, ему это надо, то в конечном итоге ты, you get burned out. И ты скажешь, enough is enough. Это все очень просто. Есть люди, которые using, есть люди, которые using each other, есть люди, которые using God. Но это тоже все вокруг. Это не отношения. И Бог это, конечно, фиксирует. Они это делают для себя, они ищут своего. Я ищу своего в отношениях с людьми, я ищу своего в отношениях с Богом. Когда мне нужно, я вспоминаю о Боге и так далее. И говорю правильные вещи, и что-то там могу сделать, там, но это it's all about me. И так ты далеко не уедешь. И Пафродит, он положил свою жизнь, он жизнь свою придал на опасность, риск и подверг свою жизнь опасности. Почему? Потому что это нужно было людям. Он руководствовался мотив тщеславия, потому что он свою жизнь, в общем-то, можно сказать, практически, он почти потерял. Был близок к смерти. Он был послушен, он был послушен тому, что Бог производит в нем. Это послушание не просто optional, это не optional, это очень серьезно, потому что речь идет, послушайте, речь идет о спасении. Спасение, в принципе, ты сам совершаешь. Каким образом? Будучи послушен тому, что тебе Бог производит. Будучи послушен. Совершайте. Окей? Это спасение, это не то, что там. Спасение, это не событие. Спасение, это процесс. Окей? Потому что ты можешь начать духом. А можешь... Он говорит в другом месте церкви, там, в Откровении, что твори прежние дела, потому что твои дела, эти сейчас твои дела меня не устраивают. Прежние дела твои. Значит, раньше были, Бог говорит, меня устраивали эти раньше твои прежние дела. Эти дела меня не устраивают. У нас... Ревнив, не из любви, не из любви, это не отношения. Бог ищет взаимности, Бог ревнитель. Бог тебя любит, и Он ищет взаимности. Запомните, Господь ищет любящий человек. Тот, кто любит, Он ищет взаимности. И Он требует взаимности. И Он не согласен ни на что другое. Он не согласен на уважение. Он не согласен на то, что ты, там, какие-то там услуги. Нет, Он ищет взаимности, период. Любящий хочет быть любимым. И все. На другое Он не согласен. И человек, и тем более Бог. И вот это есть отношения. Любовь – это жертва. Нужно поддерживать отношения. Запомните, когда вы думаете об отношениях, думайте об огоньке, который непременно угаснет, если ты не будешь подкладывать какую-то жертву. Он угаснет. И он угасает. Он угас в Ефесской церкви. Он говорит, если ты не будешь творить прежних дел, вспомни, откуда ты не спал, то я приду и сдвину светильник твой. Так, по-моему? Doesn't sound very good. Он ему дает шанс. В этом-то и есть спасение. Еще раз. Не только так, а со страхом и трепетом, вот как, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит, производит. Это строительство, понимаете? Это как Ной. Это как Ной. Бог ему показал. Бог ему вложил в него план. Он сказал ему, дал ему откровение. Он сказал ему, что будет. Он ему сказал, он говорит, идет погибель, идет бедствие на всю Вселенную. Спасения нет. Есть только одно спасение. Ты должен построить его. Ты должен его построить. Ты должен, я к сожалению, любить. И он должен был это делать. И он сделает, и он спасся. Итак, какова часть Бога и какова часть Ноя? Бог открыл и показал путь спасения. Предложил, показал. Но ковчег построил Ноя. Это не значит, что мы спасаемся сами. Нет. Если бы Лот не вышел из Содома Гоморра, он бы погиб. Господь изливает гнев на этот город. И он изольет гнев на весь город. Он не оставит такой островок там, где Лот. Он уничтожит все. Ты, Лот, если хочешь спастись, если ты хочешь спастись, get out. Leave this place. Иначе ты погибнешь. Выйди, народ мой, отделись, освятись, и я приму вас, говорит Господь. То есть ты очень активно и очень серьезно заделан в деле, задействован в вопросе спасения. Непосредственно. И это план Божий. Это не значит, что Бог не может. Это просто Он так сделал. Почему? Потому что Он хочет видеть. веришь ли ты, хочешь ли ты этого, послушан ли ты Ему, дорожишь ли ты этим. Окей? Поэтому вот это вот и есть чувствование. Самоотдача. Ну и сейчас, когда мы будем совершать хлебопреломление, надо попробовать опять. Практиковаться надо. Надо практиковаться в самоотдаче, в самопожертвовании. Основная мысль, которую я хочу, чтобы вы сегодня унесли, что в вас это есть. Не надо просить у Бога то, что есть в тебе. Надо стараться, чтобы это вышло из тебя, выходило из тебя, чтобы в тебе изобразился Христос. Это как фотобумага, на которую, помните раньше, Не сейчас, не диджитал, а фотобумага, которую спроектировали изображение, и там есть это изображение, оно не видно. И вот, когда ты кладешь этот проявитель, то он начинает выражаться, выявляется то, что там. И для того, чтобы ты, в тебе выявить Его, Господь кладет тебя в свой проявитель иногда. Где человеческое, оно трещит по швам. Где глиняный сосуд трещит по швам, чтобы с него вышло это благоухание Христово познания. Окей? Поэтому нужно быть готовым к этому. Но самое главное, нужно вооружиться этими чувствованиями, вооружиться этими хотениями, мыслями, предать себя, предать себя Богу, быть готовыми на самопожертвование.